Для приготовления наждачной бумаги нужны мелкие частицы, абразивные частицы. Люди веками используют абразивные минералы для зачистки и полировки предметов. Сегодня эти минералы подвергаются тщательной обработке для классификации их от очень грубых абразивов до очень тонких. Будь то дерево или металл, для правильной обработки вам потребуется наждачная бумага нужного номера. Все начинается с бокситов, часто встречающихся в природе минерала, очень похожего на глину. Добавляют окись алюминия белый порошковообразный материал, который получают из бокситов. Бокситы и окись алюминия смешивают с другими минералами и помещают смесь в арочную электропечь. Здесь три огромных электрода, используя электроток, большой мощности разогревают смесь до 2000 градусов Цельсия, жарче, чем в настоящем вулкане. И действительно, это очень похоже на лаву, когда минералы плавятся и образуют однородную массу. Работник берет образец для химического анализа, стараясь держаться подальше и используя длинный ковш. Если окажется, что со смесью все в порядке, расплавленные минералы выльют в большой стальной тигель. Остывающая жидкость весит несколько тонн и для транспортировки ее в зону охлаждения используют кран. Через 24 часа абразивные минералы застывают, и приходится использовать разрушительный снаряд. Слиток разваливается на части, но внутри он все еще очень горячий. Снаряд сбрасывают снова и снова, чтобы сильнее раздробить застывшие минералы. Куски абразивного материала доставляют на конвейер. И снова дробление. На этот раз металлические щиты измельчают смесь до кусков величиной с кулак. Магнит удаляет примеси железа. Затем приходит черед роликовой камнедробилки. Куски проходят между двумя чугунными барабанами, которые размалывают смесь на мелкие частицы. Устанавливают экраны с уменьшающимся размером ячеек. Что-то вроде вибросита. Минеральные частицы просеивают сквозь экраны, прежде всего отделяя самые грубые частицы, постепенно доходя до самых мелких. Для сравнения мы поместим монету в 25 центов на экранах с различными размерами ячеек. Вы видите, что через самое мелкое сито смогут пройти только мельчайшие частицы. Частицы подпрыгивают на экране и сваливаются в контейнеры, каждая для своего размера. Самые крупные частицы будут использовать для грубой зачистки. Чем мельче зерно, тем тоньше зачистка. Самые мелкие частицы имеют микроскопический размер. Чтобы определить форму абразивных частиц, их насыпают в сосуд. Затем частицы взвешивают. Чем больше вес, тем плотнее друг к другу расположены частицы, а значит у них округлые формы. Меньший вес говорит о том, что частицы плоские и острые. Для самых крокотных частиц используют различные тесты. Их высыпают в раствор электролита и включают электрический заряд. Это позволяет сосчитать и оценить частицы. Теперь абразивные частицы готовы к упаковке и отгрузке. Их изготовление это довольно грубый процесс. Позже мы отправимся на фабрику по производству наждачной бумаги, где частицы получат основу. И там все будет намного тоньше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!